Я вообще бухгалтер. Это на месяц. Ну вот, сыр созревает. Превратиться из бухгалтера в сыровара Ульгу Гольман заставили лихие 90-е. Вспоминает, что тогда в кризис считала любую копейку. Чтобы прокормить семью, решила рискнуть и заняться бизнесом. В 97-м пришла идея открыть частную сыроварню. Теперь в год здесь выпускают до 80 тонн сыра. Для меня был вот этот сыр первый. И чечил. Вот такой. А потом уже и с улугуней. На предприятии Ольги Гольман трудятся только родственники. Дочки и их мужья. От дома до работы две минуты ходьбы. Цеха производства и хранения продукции находятся тут же, в одном дворе. Именно формат небольшого семейного бизнеса – это будущее для кубанских станиц и хуторов, уверен губернатор края. Во время посещения Красноармейского района Венимин Кондратьев сначала заехал к сыроварам из Старой Нижестеблеевской. Губернатора пригласили к столу. Несложно было угадать, чем угощали. В неформальной беседе глава региона затронул очень важную тему – помощи фермерам в сбытии продукции. Своего заместителя Кондратьев попросил продумать такой механизм. Сулугуни, бренд за зелью, рулеты. Ну, рулеты как сулугуни. Вы правильно говорите, вы сказали, что это маленькое производство. Вот здесь, чем больше у нас будет маленьких производств, тем быстрее у нас происходит одно большое краевое производство. Но надо всегда помнить, что наш селянин с рабочими руками, с желанием трудиться, и если ему дать возможность, мы получим очень существенный, серьезный доход и в муниципальный бюджет, и в краевой. Главное дать возможность таким, как вы, делать свои маленькие производства. Небольшим фермерским хозяйством всегда было сложно конкурировать с крупными агрохолдингами. При этом в качестве их продукция ничуть не уступает. Чтобы увереннее чувствовать себя на рынке, фермеры объединяются в кооперативы. На Кубани таким хозяйством выделяют дополнительную поддержку. На одной из подобных организаций сегодня побывал губернатор. В кооперативе из 10 человек выращивают индеек. Здесь же из мяса делают полуфабрикаты, которые поставляют в торговые сети Краснодара. Переработку сделали небольшую, сейчас посмотрите. Ну, хотим расширяться. Андрей Николаевич сказал, грант получишь. Коллеги, вот кто везет, тому нужно и давать. Не так часто у нас сегодня на Кубани можно встретить хозяйство, которое занимается индюками. Нужно почувствовать рынок и смело в него шагнуть. И тогда на самом деле рынок улыбнется. И с экономикой будет все нормально. И на самом деле нишу займете, которая у нас сегодня не настолько сильно занята с индюшинным мясом. Если вы туда первые зашли, то, естественно, вы и победителями там и будете. Переработка сырья – это следующая ступень, на которую должны встать как можно больше сельхозпроизводителей. Кубань может и должна обеспечивать собственной готовой продукцией региональный рынок. Об этом Венимин Кондратьев говорит на производстве риса. Здесь наладили полный технологический цикл. От выращивания культуры до ее переработки. Сегодня самое главное, что вы делаете, это добавленную стоимость. Пытаемся собирать полностью. Собираете полностью. И не пытаетесь, а собираете полностью. Конечно, доводите уже свой рис до конкретного потребителя. Минуя стадию посредников, что для нас сегодня принципиально важно. Чтобы сегодня сельхозпроизводитель ушел от этой посреднической линии и сам перерабатывал то, что производит. Это принципиально важно. И сегодня мы максимально сельхозпроизводителей на это нацеливаем. Но в то же время необходимо перестать зависеть от поставок зарубежных семян. К примеру, посадочный материал для свеклы почти полностью импортный. Кукурузы наполовину. В условиях санкционных войн производство собственных семян становится задачей стратегической. Мы уже выделяем меры государственной поддержки только на приобретение элитных семян именно отечественной селекции, кубанской селекции. А если мы оказываем господдержку, абсолютно я согласен. Да, только на эти семена. Тогда вот эти сельхозтоваропроизводители должны брать семена у наших селекционеров. У наших. Я имею в виду, что кубанских. А если они берут за рубежом, то деньги на зарубежные семена мы, коллеги, тратить не будем. Поддерживать импортную селекцию мы не будем. На Кубани намерены развивать не только селекцию зерновых культур, но и заняться созданием питомников для садоводства и виноградарства. Этот вопрос уже вышел за рамки региона. Дмитрий Медведев поддержал инициативу губернатора о создании научного питомниководческого центра в Краснодарском крае. Собственный посадочный материал и господдержка при его закупке в том числе должна помочь и развитию небольших фермерских хозяйств. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров. Кубань-24. Красноармейский район. Кубань-24. Красноармейский район.